Все началось с того, что у меня закончился ртвёрдый масло. Его можно купить только в одном месте, в центре города. И, ну и, как говорится, и тут Остапа понесло. Так что я поехала просто за твёрдым маслом для рук. Значит, у кого-то на канале я видела такое видео, это такой волосиный канал, посвященный волосам. Я видела, что рекомендацию мыть голову, волосы мыльными орехами. Вот, и я приобрела их. Несмотря на то, что тут написано для стирки. Ну ладно, подумала я. Попробуем, попробуем. Так что вот так, вот такая коробочка. Я ещё не отыкнула, как это изнутри выглядит. И, наверное, не буду лучше меня простить. Далее, в подарок за покупку мне подарили вот такое мыло. По-моему, оно дьяктерное. Пахнет ничем. Да, пахнет ничем. Ничем. Ничем пахнет. Вот, ну, чем-то таким мыльным, но приятным при этом. Никаких вкусовых добавок я не ощущаю. Ну, смотрю, ну, вот так вот оно, собственно, всё выглядит. Посмотрим, посмотрим, попробуем, чем оно отличается от того, которое я варю вручную. А вот, пакет не показала. Так, всё. Мне нужно прямо, чтобы этот один мне доплатил отдельно подарочек за рекламу. Вот такая ферма. Вот это у нас. Рома душ. Натуральная косметика. Аксессуары для душа, бани и сауны. Та-дам! Прекламная пауза. Покупаю я уже в третий раз серебряную зубную пасту. Она корейская. Уже, наверное, года три я такими пользуюсь. Чередую то золота у меня, то серебряная, то там какая-то король дуба. Вот присосылся к мне к серебрянам. Она вот прям творит чудеса. Чуть ли не самостоятельно зубы пломбирует. Ну, не так, конечно, чтобы. Но вот я, наверное, у меня очень проблемные зубы, быстро портящиеся. Наследственное спасибо вам, мама. И я вот каждый год прихожу на практический осмотр. И в лучшем случае оказывается, что мне нужно два зуба как минимум лечить. Вот. И когда я начала ее пользоваться, я как-то целых три года лечила зубы. Не было нужды. Вот. Так что паста очень замечательная. Репомендую. В общем, она вот так как-то выглядит. И вообще... Я вообще... Ммм... Вот. Прочитаю нотацию. Хотя я терпеть не могу. Вот эту гель, люди это делают. Женская логика. Зубная паста гель с серебромоментолом. С серебромой 99% и 9 десятых. Убивает бактерии. Превозвращает их появление. Обладает выраженной бактерицидной и противовирусной активностью. Ну, в общем, чего-то только не делает. Только, разве что, повторюсь, пломба не вставляет сама. Далее. Раз уж мне пошла такая пьянка. Твердую мысль же у меня на Лаваров. Купила я от Маловарова и ароматизированный соль для ванны. Вот так вот она вкусненько выглядит. Так вот апельсиново, можно сказать. Ну, я сказала, что она будет до пяти сиренового. Делала не только в цвете, но и в назначении. Антицеллюлитная. И пакет мой вранила. Так. Ну, чё, бухнём. Как она там пахнет у нас. Интенсивно, что я могу сказать. Ну, да, пахнет такой какой-то цитрусовой солью. Очень необычный запах. Очень необычный. Зайдите как-нибудь в магазин понюхать. Необычный. Скорее бы дали горячую воду. Теперь перетирается. О-о-о. А, точно, мне же два мыла дали в подарок. Тоже. Не, ну, какое-то другое. Оно пахнет не так. Не пойму, в чём разница. И то, и то пахнет тупым мылом. Ну, не мылом, но вот химическим. А как-то вот, я не знаю, как передать это словами. В общем, кто купал, такие, тот знает. Мне словам запаса не хватает. Но в чём-то разница есть. В общем, у меня теперь есть два кусочка. Так-так. И завершивает наше сегодняшнее видео две такие малютки. Эту штуку я взяла просто на пробу. Там были и вот такого же размера, но меня жаба задушила. Думаю, что будут брать две одинаковые вещи. Я возьму одну попробовать, а другую попользоваться. Значит, малютка. Я тупая. Кто не знал. Это бальзам для губ. Называется «Вишнилый поцелуй». Тем лучше. Всё на выгодке. В общем, там точно с таким же романом было и твёрдое мыло. Это твёрдое мыло, если не сказала. Ну, он был розового цвета. И я, к роде, у него как к запаху не очень. Повторюсь, любить цитрусовое. Или мятное. Что-то такое. Сейчас понюхаем, занюхаем. Я ещё не пробовала. Ну, и зря я боялась. Запаха почти нет. Пахнет, естественно, чем-то розовым, очень нежным, мыльным, приятным. Но не розой. Выглядит вот так. Оно совершенно прозрачное. Вот я палец пальцем по этого. Да, следов вообще не оставляет он. Видите? Вообще никаких. Ну, на дно мне, правда, блеск. Ну, не знаю. Это сразу не поймёшь. Надо долго пробовать. А там уже глядим. Вот. Ну и, собственно, последок. Твёрдое масло для рулок. Зелёный чай. Зелёный чай я ещё не пробовала. Пробовала только какао. И вот цитрусовый лимонный я показывала в закончившихся продуктах. Сейчас такое понюхаем. Интрига. Ух ты! Прикольно выглядит. Выглядит вот так. Тут пол не видно, да? Тут такие белые какие-то вкрапления. В остальных маслах такого не было. У меня было баночек. Просто была ровная поверхность. Да, такой вот запах неинтенсивный. Можно сказать, его нет почти вообще. Ну, да, пахнет, пахнет зелёным чаем, правда. Ммм, да. Вот такие вкусняшки у меня сегодня были. Я прощаюсь. Желаю, чтобы... Мне понравилось, если продукты заканчивались как можно скорее. Приведший восторг как можно медленнее. Пока-пока. Продолжение следует...